Мы встречались с тобой полгода, и бывало в душе непогода, но мы встретим тот ясный день. Свой ясный день Руслан желает встретить в квартире, которая не будет трещать по швам. Там, где молодой человек не будет просыпаться по ночам от непонятных тресков. 25-летний Руслан Перепелятник в прошлом воспитанник детского дома в Павловке. В 2014 году он получил ключи от квартиры номер 8 в 26-м доме по улице Новая в рабочем поселке Вишкайма. Тогда дом еще строился. В 2017 году парень приехал окончательно. Однако за 4 года жизни в кирпичном двухэтажном здании Руслан не торопится оформлять квартиру в собственность. Пока что жилье находится в социальном найме. Пошли вот первые проблемы в доме, то есть это то, что в доме было холодно. То есть у нас первое время было отопление в подъезде, но потом его отключили, к сожалению. Так как седьмая квартира не могла отапливать и подъезд, и газ, а у нас отопление идет индивидуальное. Котел, со слов Руслана, топит на полную, но это не спасает. Полы ледяные. В придачу к ним еще и постоянный треск неизвестного происхождения и трещины в стенах. Бывает, часто слышу трески в квартире, снизу в основном идут. И меня это в основном пугает, особенно по ночам, потому что я боюсь рано или поздно просто провалиться в подпол. И оказаться на первом этаже, шею все сломать или ноги, или еще что-нибудь, или коллега, остаться на всю жизнь. Вот этого я больше всего боюсь, так как я люблю жизнь. Как говорит Руслан, он неоднократно обращался в местную администрацию. Не раз постался достучаться до правительства регионального профильного министерства. Звонил даже на Лидию 112. В ответ – лишь тишина. Руслан стал персоной Нонграда. Парень часто вспоминает жизнь в детском доме. Говорит, там было хорошо. Не то, что сейчас, когда словно весь мир против тебя. Я прожил 8 лет и жил я очень счастливой жизнью. И, к сожалению, к такому я не был готов. Я здесь много раз болел, много раз перенес грипп, что со мной только не было. В общем, и никакой реакции. Треснувшие стены выходят за пределы квартиры Руслана. Проходят по второму этажу и спускаются на первый. А вот на этом месте должна быть та самая батарея, которая отапливает сам подъезд. Тепло шло до поры до времени. И почему-то за счет одной из квартир. Значит, застройщики не потрудились делать нам отопление в подъезд центральное или просто отдельное. В общем, считаем, что этот дом не подлежит никакому, извините, ремонту. И мы хотим, чтобы дом признали аварийным. Выдали нам либо новое жилье, либо же, если новое жилье выдать не получится, выдали нам либо сертификаты, либо денежные средства на покупку нового жилья. Сергей Малушкин тоже выходец из детского дома. Ключи от квартиры номер два получил в 2015 году. Но обосноваться в жилье до конца не успел. Как и содержать его в должном виде. Сергея лишили свободы. За два с половиной года в квартире отключили свет и тепло за неуплату. Проблем добавил и потоп, который случился в квартире в его отсутствии этим летом. Однако, как уверяет потенциальный собственник, стены в квартире начали трещать по швам до ЧП. Первоначально не было трещин. Где-то полгода, где-то год уже начали трескаться. Стены начали трескаться, потолки начали трескаться. Куда-то обращались вы или что? Я обращался в администрацию. Мне сказали ехать в Ульянск, где застройщикам. Я с застройщиком обращался и говорит, мы ничего не можем сделать. Это вы берите за свой счет и ремонтируйте. Сейчас в квартире номер два прогнили полы, отошел линолеум. Стены потрескались настолько, что в зазор спокойно помещается рука. Несущие конструкции вот-вот рухнут. Вот эта стена у меня уже начала падать. Там уже можно, как говорится, руку засунуть. Вот, прям, вот, рука проходит. Первое поднятие, она полностью уйдет к меня туда. Сейчас Сергей живет у бабушки и приезжает в квартиру, чтобы убрать паутину. А последствия потопа, в частности внешний вид ванной комнаты, не убирает принципиально. Оставил в качестве презентации. Ну да, чтобы показать вот эту всю ситуацию. И тут было то же самое, я вот убрал потихонечку. Ну вот, я оставил показать, чтобы и администрация видела то, что у меня творится. Хотя бы какие-то действия, чтобы были. Во время визита нашей съемочной группы осмотреть дом приехали специалисты из корпорации «Дом-73», а также представители из организации защиты интересов сирот. Правда, от комментариев на камеру они отказались. На следующий день мы получили ответ из регионального министерства строительства и архитектуры. Нас уверяют, дом был сдан согласно всем правилам закона. Причина нынешних проблем, скорее всего, от того самого летнего потопа. О нем в министерстве, к слову, узнали на днях. До этого жалоб от нанимателей никогда не поступало. Никто из специалистов в Вишкайму ранее не выезжал. Первый осмотр состоялся в день выезда нашей съемочной группы. Наши сотрудники выехали на жилое помещение, осмотрели жилое помещение, непосредственно которое было в очаге аварии. Осмотрели рядом прилегающие жилые помещения. В принципе, определили, что да, там есть необходимость провести определенные виды работы. Дмитрий добавляет, специалисты осмотрят дом еще раз, проведут экспертизу, на основании чего и будут делать дальнейшие выводы. Только сроки комплексного обследования пока неизвестны. Не исключено, что дом могут признать аварийным. Когда наши дети-сироты получают от министерства квартиры, все-таки за эту квартиру несут ответственность они. Это в первую очередь. И во вторую очередь, если какая-то ситуация происходит, негативная, будь то пожар, авария, то они обязательно должны сообщить балансодержателю данных жилых помещений, что такая авария произошла. Будучи вишками, мы заехали в местную администрацию. Правда, на месте не застали ни главу, ни ее замов. Говоря языком Киселева, совпадение не думаю. Однако на следующий день нам удалось получить комментарий от главы района по телефону. Говорят, что о проблеме знают. Однако дом муниципалитету не принадлежит. Поэтому напрямую первые лица районам действовать не могут. Пока предварительное решение по этому дому. Межведомственная комиссия по квартире Малушкина Сергея. По этой квартире, значит, будет серьезное решение принято быть по капитальному ремонту. Думаем, откуда и из каких ведомств денежные средства выделить. По квартире конкретно перепелятника Руслана и всех оставшихся решение будет такое. Нужно оказать им адресную материальную помощь на текущий ремонт этих квартир. Как гражданам именно категория детей-сирот. Все же эксперты приедут и экспертиза покажет нам. Предварительно сумма адресной помощи составит 106 тысяч рублей. Надо, чтобы у них все было, средства были на существование. Потому что, ну, очень сложная ситуация у каждого из них. Очень сложная. Мы предлагали даже, например, и Руслану, и Сергею прийти к нам, на работу устраиваться. Но они не удивили, к сожалению, желание. Очень живут сложно. Молодые люди, но не хотят работать. Здесь где-то и наш один, а что. Мы их не научили правильно жить. В доме номер 26 по улице Новая всего 12 квартир. Хватит ли этих денег, чтобы залатать дыры в этом помещении? Решит ли косметический ремонт проблему полностью? Вопрос пока остается открытым. Мы продолжим следить за развитием событий. Ринат Алиулова, Руслан Баталов, Юрий Ломатов. Специально для Улправды ТВ.